Азиату-то не весь, а то, блядь, что было? Я пытаюсь понять! Давай, убираемся! Ну, выглядит стрёмно! Какая классная игра будет! Блядь, он весь кровит! Ой, да кому нужны эти предупреждения? Арнел, вот вы серьёзно, видите это предупреждение? Есть и 14 тысяча, выглядишь в видео? Та не-е-е-е! Ну, мне очень нравится музыка, и вообще мне нравится вот интро, оно мощное! Реально, это выглядит как будто я смею... Всем привет, дорогие друзья, меня! Это я, когда спал 4 часа! Меня зовут Механика! Зачем звать тебя, если ты приходишь сама, ребят? Механика, это один из лучших каналов на Ютубе, женских каналов! Я даже Лики поставлю! Она заходит к нам на стримы! Это, я бы сказал, это тот, кто захватит Ютуб... Блин, когда я просто срок хочу назвать реалистично, чтобы вы мне поверили! В общем, она когда-нибудь захватит Ютуб, а пока что я подпишусь, чтобы не пропустить этот момент захвата Ютуба, и даже оставлю секретный комментарий! Мы продолжаем проходить дисган, что-то я приехала, начала заставочка, и я решила, что нужно с моим! Я ездила по побочкам, короче! Я тоже езжу по побочкам, утром проснусь, у меня выбор сразу стоит! У меня сразу выбор стоит, как бы душить змею или по бочке! Конечно же, душить змею мне не нужно, я женатый человек, поэтому я езжу по побочкам! Кстати, у неё на канале был симулятор Яндера, в который я немного не играл! А знаете, на что я вам оставлю ссылку? На механический подкаст, это самое топовое, что есть, потому что я люблю подкасты, я смотрел его до конца! Могол, это уже как, и у меня эксклюзивная цель, смотри всё в твоем месте! А также подчеркнуть развивающийся рубрику хардкорных игр, её породила Mortal Shell! И если вы любите хардкорные игры, вы знаете, куда нужно идти! К самому харизматичному, интересному ютуберу, ну, помимо меня, конечно! Ссылка в описании, вы знаете, что нужно делать! Я уже подписан, ютуб, не отписывай меня, тварь! И я оставлю секретный комментарий! Какой? Ну, сами знаете, где искать! Орлики, вби! Опять это реакт небольшой! Ну, просто сейчас такое время, что игр нет, у нас только одни трейлеры, гейплей и так далее, вот вся эта шелуха! Нет нормальных игр, ну, игр просто, ну, тупо нету! Ну, вот что делать, если их нету? Я, я думаю, уже самому начать игры разрабатывать, потому что иначе эта писташка уже просто накрывает с головой! Поэтому, эм, да! Моя любимая серия игр, потому что я очень люблю игры кино! Эм, Dark Pictures Anthology, House of Ashes! Эм, дату выхода я ещё не знаю, может быть, в конце видео посмотрим! Просто первый раз смотрю геймплей, его показывали, ну, мельмельком, там, когда мы проходили Little Hope в октябре, было классно, я не думал, что и так быстро сделают следующую главу, просто кто не знает, это от создателя Until Dawn, там про вот этих чуваков на горе, которые там бегали от Вендига. Здесь вот, ну, собственно, что-то новое. Давайте, давайте смотреть уже, что мучиться. У нас здесь восемь минут чистого удовольствия от, от Сосония. Дом из Пепла, ну, давай. Нам полностью на английском, я буду переводить. Так, пусть путник нашёл на военной зоне какую-то, какой-то странный комп, комплексы, мы думаем, там химическое оружие. И нужно двигаться быстро. Так, мы готовы идти в тень. То есть, на этот раз мы играем за солдат, как-то очень необычно, сразу экшон такой. Так, всем разойтись и придерживайте огонь, у нас спецоперация. Люди здесь, это не враги, это просто, это просто овцы. Меня ранили, мне пизда. Что, хуже стало? Мне, что-то интересно выглядит, прям бодренько. Вот говно! Ну, оу, шит, я думаю, это вот говно. Нормальный перевод, да? Кто не согласен, ставьте лайк. Ник, височные пещеры. 1902 часа. А, это 1902. Просто американские военные пишут время сплошным текстом. Типа там 1902, у них 1902 часа. Ой, чувак, чё за хуепут, хуйня? Это, ой, да, я отключу. Это, Джейсон, это я, это актуал. А, говно. Надо выключить просто. О, так, тут кто-то есть. А, то есть мы играем, типа, это... Я не понял, прикол, это типа... Что за... Типа театральная нарезка и кураторская. Я не совсем понимаю прикол. Джейсон, я рада, мужик, я приближаюсь. Я не совсем понял прикол с этими версиями. То есть, типа, это две версии происходящего нам сейчас показали. Но при этом, вроде, всё идентично было. Или это типа коп... Ой. Вы, блядь, прикалываетесь. Интересно, а стрелять-то будет, может, наверное, нет. Потому что тут же не шутер. А, то есть, это два разных перца всё-таки идут. По-моему, два разных. Граевка выглядит, кстати, так себе. Мельновато. Ну да ладно. Может, не заграевка есть? Что случилось? Я не понял, стена, что-то, приблизилась? Чувак, у тебя, я не знаю, поешь, что ли? У тебя от голода уже призраки мерещатся. Хотя я тоже видел, там, вендика какой-то бегает. С другой стороны, я что-то голоду. У меня жор какой-то последнее. Это, блядь, что за место? Естественно, в русской версии переведут всё как надо. Почему мы играем за какое-то быдло солдатское, а? Ничего я не имею против солдат, но именно этот чел ведёт себя как быдло. Ну и он солдат, соответственно, солдатское быдло. О, мы встретились. Эй, постой, это ты? Ну, это чё-то такое интересное. Ой, тут как у господа за пазухой, да? Нужно наверх забрать, перегруппироваться с остальным отрядом и готовиться к эвакуации. Тут и иракцев полно, это точно, блядь. Ник? Так, чё ответить? Сержант Кей, соберитесь! Глаза расширьте! А то как у азиата. Я чё-то видел. Чё-то значит, чё-то видел. Ну, то есть, не чела, не чела. Туннеля. Никогда не надо было с вертолёта мне слезать. Ник, вот сейчас не надо. Ты должен собраться, просто чуть-чуть подержись. Чё-то не так. Я знаю, ты это чувствуешь. Единственное, что я чувствую, что у меня больше работы, если я тебя не заткну. Так, обыскать руина. Я задание просто читаю сбоку. Это чё тут у нас такое? Это что, блин, за место? Я не знаю, я прогуливал историю в школе. История тебе не поможет, братан. История тебе не поможет. Ой, там чё-то блестит. Можно подобрать. Надо тотем смерти ты подбираешь. Там будет написано, что ты сдохнешь через 5 сек. Я чё-то вижу. Ник, чё ты там чувствуешь? Я не знаю, чё-то чувствую. Ты знаешь, что ты как прошёл к проктологу, тебе палец в попу засунули? Ну как, почувствовал? Тебе палец в попу засунули? И ты такой, блин, док, я чё-то чувствую. Он тебя спрашивает, что ты чё-то чувствуешь. Он говорит, что я не знаю, но чё-то чувствую. Я не свои опыта рассказываю. Это я так просто подумал, представил себе ситуацию. Так, ну, тут уж куда... А у меня окна вообще открыты. Чё жарко-то так? Солнце что ли светит? А, я забыл, сейчас четвёртый день лета. Вас бывает такое? Вы забываете, что сейчас четвёртый день лета, да? Так, мне нужно больше сил. Чё, ты в качалку не ходишь? Чё, одной рукой сейчас буквально всё... Видите, чё, одной рукой открыт. Ой, там чё-то происходит. Это Мервин! А чё с ним? Блин, по-моему, Мервин в крови весь. Он поцарапался, что ли? Господи, я пытаюсь! Ты можешь перестать вертеться? Ему плохо, он в крови весь. Надо его спустить. Чел, держись. Ты на подхвате. Ник, давай. Режь, режь проволоку. А как, а как тут-то там проволока? Ник, говорит, блядь. Ой, блядь, ему пиздец, ему пизда. Ты думаешь, я тебя не слышу? Братан, ты справишься просто в соси. Морфий ему вкалывай, вкалывай морфий. Мы сейчас тебя, мы тебя прокачаем, братан, подожди. Поспешите, твою мать. Так, ты пока следи, блядь. Следить? А следить зачем? Твою мать, да сколько здесь упаковок. Это как бабушка, видимо, заворачивала им это. Ой, заворачиваем лекарства в пакеты. Эти пакеты снимать надо. Это что, блядь, было? Я вообще надеюсь на перевод с мобилем матов. Ларис? Ларис, кстати, имя красивое. Ой, пизда. Ребят, в туннелях постирилась дичь. Это, блядь, что? Двигаем сейчас! Вперед! Азиату-то не вместе. Это, блядь, что было? Я пытаюсь понять. Давай, убираемся. Ну, выглядит стрёмно. Какая классная игра будет. Блядь, он весь кровит. Нужно с ним о нем позаботиться. Ну, ребята своего не бросают. В этом плане, конечно, молодцы. Подматеряться много. Давай, долби, долби кнопку. Долби кнопку. Долби кнопку. Долби, долби, долби. Со всей дури. Дерьмо. Ну, как-то. Ты по-плохому или по-хорошему? Да просто скажи, как есть. Да лгать не буду, мужик. У тебя хуёво всё. Затись, мужик. Справимся. Что-то монстр стоит по звукам рядом. Да вкали ему уже фигню. Чего вы так долго возитесь? Я не понимаю. Давай, давай, давай. Там, кстати, почему-то по сейметной контроллера из бокса переключилась. Мужик, держись. Держи в себе, мужик. Ник, делай это со мной. Я же говорил, держи дерьмо вместе. Они идут за нами. Полегче или как? Не пойму, он умер. Так, Морфий подействовал. Ой. А ну прям очень рядом. Всё, писташка тебе, тварь, писташка. Думал, вечно будешь жить. А хуй тебе. А, видимо, Клариска-то выжил. Видите, из крови вылезла. Какая-то отсылка на чужих, на самом деле. Очень похож на чужого. Чужой против хуищника. Дом пепла. Очень странно. О, 2021. То есть, в этом году, но дата нет. Вообще, довольно странно. Так, я пытаюсь с мыслями собраться. Довольно странно называть этот дом пепла, учитывая, что мы как бы будем в пещере. Ну, как бы дом пепла я скорее представил бы, как не знаю, какой-то замок там или ещё что-то. А тут дом пепла это пещера. Ну да ладно. Орлики в ми, мы увидимся с вами в других видео. Сегодня, кстати, я напоминаю, сегодня стрим у нас по резиденту четвёртому на профессионале. Кто на стрим не придёт, всегда можно записи посмотреть. Я стараюсь, чтобы, ну, как бы... Как и на стриме можно без воды? И ещё, я пока не знаю, подскажите в комментах, стоит ли проходить вот дом пепла на видео или на стриме? В прошлом году мы стримили, ну, вот Little Hope, и как бы прошло достаточно хорошо, на самом деле. Только я, может быть, слишком много общался, отвлекался. Может быть, был тот случай, когда можно было больше погружаться в игру и меньше-меньше отвлекаться. Но, на самом деле, я бы сделал даже две версии. Я просто знаю людей, которые делают две версии. Возможно, в этот раз, когда выйдет Дом Пепла, я сделаю две версии игры с комментариями и без. Учитывая, что игра будет недлинная, скорее всего, ну, часа 4-5. То есть, реально абсолютно снять версию без комментариев для страждущих. Понимаете, да? Орлики вби и всем пока!